Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава двадцать первая Старейшины города того, который будет ближайший к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники, сыны Левиины и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головой телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут, руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. «Очисти народ Твой Израиля, который Ты, Господи, освободил, и не вмени народу Твоему Израилю невинной крови, и они очистятся от крови. Так должен Ты смывать у Себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Господа. Когда выйдешь на войну против врагов Твоих, и Господь Бог Твой предаст их в руки Твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме Твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. И после того Ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет Твоей женой. Если же она после не понравится Тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что Ты смирил ее. Если у кого будут две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделе сыновьям своим имени своего он не может сыну жены любимой дать первенство пред первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Если у кого будет сын, буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего, сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя. И все израильтяне услышат и убоятся. Если в ком найдется преступление достойной смерти, и он будет умершлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которые Господь, Бог твой, дает тебе в удел.